Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слово Божие. Мы продолжаем с вами изучение послания апостола Павла к Ефесиным на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим четвертую главу. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смирно мудрим и кротостью, и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью. Так начинает апостол Павел обращение к Ефесской Церкви, ну, в общем-то, и ко всем нам. Словами, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны. Но прежде чем сказать эти слова, он говорит, я узник в Господе. Почему он так пишет? Вот святый праведный Иоанн Кронштадтский дает следующее истолкование. От нашего звания более всего требуется проходить онное достойно, то есть звание христианина. И апостол говорит, я за это звание узник. Как он в другом месте скажет, вы еще не до крови сражались со страстями. А он говорит, я узник за звание, которое ношу как христианин. И вот, если праведный Иоанн Кронштадтский так и пишет, цитата. От нашего звания более всего требуется проходить онное достойно, со всяким смиренномудрым и кротостью, и долготерпением, как плодом христианской любви и заботливостью о сохранении единодушия. Теперь смотри ты на свою жизнь. Стараешься ли ты проходить свое звание так, как хочет апостол Христов? Есть ли в твоих поступках смиренномудрее кротость? Не напыщаешься ли ты? Не гордишься ли ты? Терпелив ли ты в перенесении неприятностей, которые неизбежны в жизни? Есть ли в тебе столько любви, чтобы с терпением прощать погрешности других? Стараешься ли ты? Поддерживать христианское единодушие? В тебе, кажется, ничего этого нет. А худо, если нет. Богомудрый апостол молит, не только просит об этом христиан, но, говорит, значит, проходить свое звание по мысли апостола совершенно необходимо. И далее апостол так и говорит со смиренномудрием. Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Единство Духа в союзе мира. Потому что одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Блаженный Феофилак Болгарский пишет так, цитата. Как в теле Дух все объемлет и объединяет, так и Церковь объединяет Святой Дух. Хотя мы различны и по роду, и по характеру, и по занятиям. А через Святаго Духа мы становимся единым телом. Итак, постараемся хранить это единение, живя в мире друг с другом. Ибо если мы не будем иметь союза, любви и не будем жить в мире друг с другом, то погубим то единение, которое даровал нам Дух. Подобно тому, как если бы возник раздор у руки или ноги с остальным телом, и они отказались бы от союза с прочими членами, то они уже не были бы под властью одного Духа. Итак, нужно великое тчание, и мы неленностно должны поддерживать мир, крепко соединяясь друг с другом, дабы куда один стремится и другой тоже, ибо таковы союзники, а не нас самопроизвольно распоряжаясь собою. Тогда только будем в едином Духе. Конец цитаты. Хорошее очень наставление. И апостол здесь говорит о том, что один Господь, одна вера, одно крещение. Это очень важные слова, когда люди уклоняются от Церкви Божией в различные расколы, хуже, что тут не поймешь, что хуже, что лучше, а некоторые уклоняются в какие-то сектанские сообщества, там они перекрещиваются, там они отрекаются от Христа этим перекрещиванием. Как они два раза перекрещиваются, непонятно. Эти люди еще и говорят о том, что они христиане и читают Библию. И вот таким людям я хотел бы обратиться, обратить их внимание на этот текст апостола Павла. Апостол Павел пишет, что один Господь, одна вера. Не может быть много веры исповеданий. Вера — это не просто пустой звук. Вера имеет свое исповедание, а исповедание имеет свое содержание. Это содержание находится в определении соборов, церкви с самого начала. Церковь переделась в свою преемственность от апостолов. Все исповедания, она не просто передавала это механически, сам образ мысли, сам образ жизни. А то, что церковь будет всегда, об этом сказал сам Спаситель. «Се я с вами во все дни до скончания века». Кому это он сказал? Своим ученикам. Если мы скажем, что церковь где-то прервала свою преемственность, повредилась и прочее, то значит Христос был обманщик. Он сказал «Се я с вами во все дни до скончания века». То есть нам нужно тогда выбрать, либо мы Христа воспринимаем, и те, которые называют себя христианами, что Христос — это Бог, и Бог — человек, и врать он не может, либо мы представляем его лживым, когда говорим о том, что, возможно, много разных подходов к изучению Священного Писания и его истолкования. Один Господь, одна вера, одно вероисповедание, другими словами, и одно крещение. Заметьте, я в прошлой главе, когда мы с вами рассматривали третью главу, я говорил, что крещение — это рождение. Нельзя родиться дважды. Об этом говорил Спаситель Никодиму, помните, когда он к нему приходил. Федерс 3 глава Евангелия Таана. Приходит Никодим ко Христу, ему Спаситель говорит, для того, чтобы все это понять, тебе нужно родиться от воды и духа. А он начинает понимать плотский. Он говорит, что мне, опять войти в утробу матери, что ли, опять родиться от матери? Нет, речь идет о духовном другом рождении. И если православный христианин был даже в детстве крещен в православной церкви, так надо, наоборот, больше радоваться, потому что Господь, а некоторые говорят, вот неосознанно там якобы принял крещение, так надо радоваться тому, что и неосознанно Господь промыслом своим уже позаботился, дорогой брат и сестра, о тебе в младенчестве и призвал тебя в чудный свой свет. Другое дело, что там крестные твои не родили, и родители тебя вовремя не наставили. Но церковь-то открыта, приди и спроси. А если мы с вами говорим, что крещение — это рождение, значит, церковь она тебя родила. Она тебя родила. А раз она тебя родила, значит, она твоя мать. Может быть, ты замечаешь какие-то недостатки в своей матери. Может быть, она больна по человечеству. Но это не значит, что ты должен ее выкинуть или выставить ее к кровати из своего дома и сказать, раз ты больна, мать, иди отсюда. Так какой такой будет сын? Это подлец, а не сын. Точно так же и к церкви. Если ты видишь, что действительно в церкви есть какие-то недостатки, на твой взгляд, но ты знаешь, что ты крещеный, православный, крещеный, младенчатый, родился, то приди и спроси у своей матери, а так ли это на самом деле, что о ней говорят. Если, например, скажут вам, что у вас больна там или блудница, что она заблудилась, как говорят некоторые, отступившие от церкви, называющие себя христианами, что церковь там находится в духовном блуду и прочее, так если от твоей матери крещеный православный христианин скажет, что она блудница, ну ты, наверное, первая реакция будет, наверное, может быть, да, так, оскорбить этого человека, потому что заступит за свою мать. Ну и может быть, даже за трещину дать. А вторая все-таки будет, второй шаг, это пойти и спросить у своей матери, мам, а правда говорят о тебе, что ты вот такая? Вот что это значит. Поэтому дорожите своим первородством. Не продавайте его зачевичную похлебку, как некогда продал ее Исаф, брат своего Иакова. Первородство, то есть вы рождены, те, кто рожден в православной церкви, вы рождены в святом крещении. Церковь ваша мать. Что-то вас не устраивает? Придите, спросите. Но одно крещение, заметьте, не повреждайте и Слово Божие. Слово Божие здесь говорит о том, что крещение может быть только одно. Поэтому это всем ответ тем, кто говорит, что вы живете по Писанию, пожалуйста. Живете по Писанию, ну исполните, что сказано в Писании. Одно крещение. Осознанно. А кто из нас родился осознанно? Я имею в виду от родителей, от отца и матери. Кто из нас выбирал, отца или мать? Не выбирают ни родину, ни мать. Да, даже роддом, в котором вам родиться, вы тоже не выбирали. Это был промысел Божий. Вы родились. Так и в церкви. Был промысел Божий, чтобы вы родились в крещении на купеле. Бог позаботился. Это очень важно. Не случайно на этом заострилось сегодня внимание. Одно тело. То есть одна церковь, один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Какого звания? Звание христианина. Один Бог и Отец всех, которым над всеми и через всех и во всех нас. Действительно, как и говорят сегодня, какая разница, как верить? Ведь Бог один. Разницы никакой нет. Но разница в том, насколько мы верны Богу. А у Бога есть свои предписания, есть правила. Есть путь, который он указывает. Сам Христос указал этот путь и пришел в этот мир. И сказано, никто не может прийти к Отцу, как только через меня. Это говорит Спаситель. То есть всякий Спаситель говорит, никто не может прийти к этому одному Богу, который говорит, что Бог один, как только через меня. А что значит через него? Через его церковь, которую он создал здесь, на земле. Как прийти через него? Его же сейчас нет. Он таинства свои преподал. И в таинствах присутствует сам. Все Христос, невидимый Союз, стоит пред нами, как мы слышим. Поэтому все очень серьезно. И вот некоторые говорят, Бог один над всеми. Да, ну и президент у нас в стране один. Но есть разные люди, скажем, есть правитель. Да, есть люди верные правителю. И тогда они получают милость от правителя. А есть люди неверные правителю. Что эти люди? Или там беззаконники, которые чинают козни и не слушают этого правителя. Куда эти люди определяются? Ну, места не столь отдаленные. А как вы хотите. Так и здесь. Бог на каких-то примерах жизни, он тоже нас хочет в этом вразумить. Никто не может прийти к Богу Отцу, как только через меня, говорит Спаситель. Поэтому всякие неверующие во Христа не наследуют Царствием Божьим. Может, нам с точки зрения гуманизма это как-то не нравится. Но это так. Ничего мы здесь сделать не можем. Мы не знаем, кто спасется, кто не спасется. Но мы точно знаем, что вне Христа спасения нет. Если мы скажем как-то по-другому, значит, мы отречемся от Христа. Поэтому давайте выбирать. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Бог хочет всем дать эту благодать. Но по мере дара. И по мере того, как мы можем истить. Посему и сказано, вошедший на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Какой плен? Кто это? О ком это пророчество, которое здесь приводит из Псалма Давида? Апостол Павел. Христос пленил плен. Какой плен? Тот плен, в который мы попали с вами с самого начала. Когда? В лице Адама и Евы. Потому что все люди произошли одного человека. Там мы были пленены смертью. А теперь Христос освободил нас от этого плена. Не сказано, освободил. Смотрите, как апостол пишет. А пленил. Что значит пленил нас? А он стал человеком. И обожил человеческую природу. То есть он нас взял в свой плен. Своим Богочеловечеством. Но для чего? Не для того, чтобы поработить. А для того, чтобы сделать свободными. Ибо сказано, где Дух Господень, там свобода. Вот Ава Дорофей об этом пишет следующее. Вошедственного сату пленил. Смотрите. Он так и задается этим же вопросом. Ну, я так сказал от себя. Лучше уж прочитать, да. Этого великого подвижника. Что значит пленил плен? То, что по преступлению Адамовым враг пленил нас. И держал в своей власти. Так что души человеческие, исходившие тогда из тела, отходили в ад. Ибо рай был заключен. Когда же Христос вошел на высоту у святого Животворящего Креста, то он в своей крови избавил нас от плена, которым пленил нас враг за преступление. То есть он опять исхитил нас из руки врага. И так сказать, обратно пленил нас, победив и низложив пленившего нас. Потому и говорится в Писании, что он пленил плен. Такова сила таинства. Для того умер за нас Христос, чтобы, как сказал святый, нас, умершленных, возвести к жизни. Конец цитаты. Вот такие интересные тайны открываются в этих словах апостола Павла. А вошедший, что означает, не тот, как и нисходил. Ну, здесь говорится об аде. Не шедший же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Видим, что здесь апостол говорит о том, что всякому человеку свое дело в церкви, как в теле Христовом. Как он об этом пишет и в посланиях Коринфянам, в 12 главе, в первом послании своего послания, Коринфянам, в 12 главе. Один Господь, он там говорит, можно, чтобы не быть голословными, быстро открыть все это у нас тут рядом. Пожалуйста. Он здесь говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении, потому, скажу вам, что дары различны, а дух один и тот же, 12-4. Служение различное, Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же. Но каждому дается произволение духа на пользу. И вот он здесь в конце этой главе так и говорит, иных Бог поставил, 12-28, иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал дары исцеления, также дары вспоможения, управления и так далее. То есть, в церкви все достаточно самим Богом, достаточно упорядочено. Поэтому нам, от нас зависит только держаться этого порядка. И все. То есть, от нас многого не требуется держаться того установленного порядка, который установлен Христом здесь, на земле в церкви его. У одних такое служение, у других такое служение. И стараться выполнять свое послушание или свое поручение, которое дано нам от священноначалия. Это очень важно. Ничего не делать по своей воле. Если есть какая-то наша инициатива, всегда посоветоваться, спросить с одним, со вторым, с третьим. Но не искать своего, а искать славу и волю Божию. Одних учителями, других евангелистами. Для служения, для созидания Дома Божия. Еще очень важно, что когда люди новоначальные приходят в церковь, они часто стараются свои принципы и свои какие-то понимания жизни. То есть сделать все по понятиям в церкви. Но по понятиям каким? Понятиям мира сего. Для них всегда звучит это предупреждение, что не они кого-то поставляют в церкви, а Бог, Духом Святым. И поэтому есть определенное служение в церкви. Всякое желание реформировать что-нибудь в церкви, оно приводит всегда к революции. Всякая реформация приводит к революции. Не верьте? Это может быть от небольшого кругозора. Если не верите, почитайте историю, например, церкви, все эти реформаторские движения. К чему это все всегда приводило? Церковь не нуждается ни в каком ни обновлении, ни в реформации. Человек нуждается в обновлении Духом Святым. И для того, чтобы прийти к покаянию. Вот что главное. Об этом здесь апостол будет и говорить. Да коли все придем в единство веры и в познание Сына Божия. Вот к чему нам нужно идти. К единству веры и познания Сына Божия. И мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, возлюбившими и увлекающимися ветром учений полукавства человеков по хитрому искусству обольщения. То есть выходить надо из неофитства. Это возможно только тогда, когда мы стремимся к исполнению заповедей Божией. Но чтобы знать, как правильно исполнить эту заповедь, необходимо прибегать, опять снова повторю, к светильнику, к Слову Божию, к Священному Писанию, к Отцам Церкви. Напитываться этим духом. Но мы не хотим. Хотим все делать как-то по своим догадкам. Это такое, может быть, здесь такое влияние. Дети рекламы, наверное. Нам хочется все по-быстрому. Как-нибудь раз и готово, вкусен и скоро. Да. Но так не бывает в духовной жизни. Точно так же, как нельзя человеку вырасти физически сразу. Для этого необходимо целый, физиология его растет, процесс целого воспитания. И не дай бог нам застрять в возрасте духовном, на 15 лет, на подростковом возрасте, который везде машет шашкой, все стремится исправить, всех наставить. А сам еще, в общем-то, в этом самом во всем и нуждается. Но истинно любовью, говорит апостол, но истинно любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Здесь снова напоминается о том, что глава Церкви Христос, из которого все тело составляемо и совокупляемо посредством всякого взаимного скрепляющих связей. То есть глава Церкви Христос, а Церковь его тело. Поэтому всякая вера вне Церкви, об этом много говорю, повторяю это выражение, кощунственное богословие. Нельзя быть вне Церкви и верить во Христа. Такая вера будет в другого Христа, в надуманного, может быть, изобретенного Мартином Лютером, или Цвингли, или Еленой Вайт, или, может быть, Расселом, основателем Святителя Югова. Это все изобретения, они тоже пользуются Священным Писанием, но они изобретают свою веру. Посему и верят в Него как-то во Христа по-своему. Это другой Христос. Апостол Павел в послании к Галатам предупреждает, если даже мы или ангел с неба будет вам проповедовать то, что мы вам не проповедовали, то будет анафем. Это делается не со злоба, и не для того, чтобы свести счеты с теми, кто верит не так, а для того, чтобы отрезвить и привести действительно к спасению. Посему я говорю и заклинаю, говорит Господом, чтобы вы более не поступали, как поступали прочие народы, по суетности ума своего. Вот, долго говорил, здесь все уже сказано. Вот две причины. Две причины всех падений от падений и заблуждений. Невежество. А что такое невежество? Многие люди неправильно понимают это слово. Думают, что невежество — это человек невежественный, который не умеет себя вести в обществе, то есть не умеет держать вилку в левой руке, ножик, пальцы с приборами, этикет одежды и прочее. Нет. Невежество — это не этика и не эстетика. Невежество — это незнание Священного Писания. Незнание Священного Писания. Незнание Отцов Церкви. То есть не ведать о путях спасения. И не желать, и не стремиться. Тогда, если человек этого не делает, не ведает пути спасения, он поступает как? По суетности ума своего. Поэтому не нужно удивляться после этого, откуда в нашей жизни суета-суета и томление духа. Они, дойдя до бесчувствия, вот откуда оно и дальше указывает на все причины, дойдя до бесчувствия, то есть люди становятся совершенно бесчеловечными, бесчувственными, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Действительно. Действительно. Человек, который перестает верить в Бога, он подвергается влечению страстям и никогда не может насытиться. А почему? А потому что он благо, понимание блага, свой вектор понимания блага, ибо один только благ, это Господь. Один благ Господь наш, Иисус Христос, во слава Бога, отца Аминь. Бог только благ. Помните, как Спаситель говорит тому юноше богату, которого к нему называют, он говорит, благий, учитель благий. А он говорит, что ты называешь меня благим? Только один Бог благ. Потому что этот титул принадлежал и принадлежит только Богу, что Бог только благ, и он может дать только настоящее благо. И человек, когда меняет вектор своего поиска блага, то он становится неистовым и ненасытным. Почему? А потому что только в Боге можно, и правильно направив свое чувство и свой разум, только в Боге найти можно полное благо. И если хотите насытиться им в полной мере. И такая надежда не пустыжает. А всякое насыщение, то есть поиск блага помимо Бога, она приводит человека вот к этой ненасытности. Потому что человек не может удовлетвориться. Душа в природе своя христианка. Поэтому человек погрязает просто у этих пороков и погибает. А не дойдя до бесчувствия, говорит, но вы, к нам обращается, не так. Почему? Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Вот так. Что знаете слово Ишуа? Спаситель. Иисус. Переводится как Спаситель. Потому что истина во Спасителе. И во Спасении. Отложить прежный. Теперь он дает совет, что нам делать, с чего начать. Отложить прежный образ жизни ветхого человека. Это не значит человека, там только ветхого завета. Ветхого человека. Потому что вся наша жизнь, которая была до знания о кресте, она ветхость. Поэтому нужно отложить этот ветхий мешок. Этот ветхий сосуд. Помните, как говорит Спаситель? Невозможно вливать вина молодого в мехи ветхие. Вот его надо отложить. Он не подходит. Для того, чтобы воспринять божественное откровение. Вино прольется. Слово божественное, оно просто протечет и пропадет. То есть в одно ухо вылетело, влетело, в другое вылетело. Отложить с этого надо начать. То есть что значит еще раз? Надо сказать, Господи, все. Вот я услышал. Вот я прочитал. Там сказали. Проповедь услышал. Где-то что-то. Как мне? С чего начать? Отложить. Так все. Господи, помоги. Верую, помоги моему не верю. Помоги мне начать по-новому жить. Помоги мне расстаться со всеми этими страстями. Что мне делать? А, там говорили. Так, надо читать. Господи, помоги. Что почитать? Что послушать? Так, вот Евангелие лежит, запылилось. Стряхнули пыль с Евангелия. Открыли страницы. Ага, вот вначале было слово. Слово было у Бога. Слово было у Бога. Ух, а что это означает? Ну-ка, где-то там говорили, что отцов надо читать. Полез. Нашел. Блаженный фифилакт болгарский. Что он говорит по этому поводу? А, вот, Евангелие там есть толкаем. Вот, что значит отложить. То есть отложить прежний. Не телевизор щелкать все эти каналы там уже до безумия. Уже человек не может. Он уже растерялся в этом во всем. Не знает, куда ему деваться. Или там бегать по всем закоулкам и испробовать все кабаки, которые есть там на Тверской и прочем о колодках. Остановиться нужно от этого. И тогда будет толк. И тогда, тогда действительно будет происцветление. Отложить образ ветхого человека. И сливающего. В обольстительных похотях. Действительно обольстительные. Обновиться духом ума. Вот. Не сообразуйтесь. Помните, апостол Павел Кремен скажет. Не образуйтесь веком синим. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. И тогда, чтобы познавать, что есть воля Божия. Благая, угодная и совершенная. Обновление ума. Как оно может происходить? Точно не с телевизора. Никогда ничего там не произойдет. И не с какой-нибудь бульварной литературы. Обновление ума Слово Божие освещает человека. Вот. Обновиться духом ума и облечься в нового человека. Тогда это действительно произойдет. В нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему отвергнув ложь. Даже теперь уже дает совет. Вот. Понятно. Ветхого человека отложить. Но здесь много чего надо обдумать. А что же это значит? Ну, апостол Павел даже говорит, не надо вам думать. Я вам сейчас расскажу, с чего еще дальше, что это значит. Посему, говорит, смотрите, 23-25 стих. Посему отвергнув ложь. Вот он, бич нашего сегодняшнего времени. Мы запутались сегодня в этом информационном пространстве. Уже доверия нет никакого. Все врут. Все врут. Эти врут. И те врут. И те. Посмотрите. Эти говорят, что эти. А эти говорят, что вы. Ты дурак. Сам дурак. Вот и все. Кому верить? Люди уже в растерянности сегодня. Кому верить? Правда, она у Бога. И сила, она где? В правде. Поэтому верить надо Богу. И тогда, когда мы научимся прилеплять свой ум к божественному откровению, мы научимся различать, что есть ложь и что есть правда. А так для нас будет полный винегрет. Поэтому, говорит, отвергнув ложь, говорите истину, обращается к нам. Перестать врать даже в мелочах. Отвергнув ложь, пусть она будет, как будет. Положитесь на промысел Божий. Господи, вот так и все. Ложь. Говорите истину. Каждый ближнему своему. Потому что мы члены друг к другу. Это обращение к церкви, внутри церкви. Он обращается к церкви, к верующим людям. Потому что не надо думать. Некоторые думают, что верующие люди, они там, ну, все, святые. И врут, и изворачиваются ради своих выгод и прочее. Гневаясь, дальше говорит. Не согрешайте. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет в огне и вашем. Какой важный совет. Солнце, говорит, да не зайдет в огне и вашем. То есть, нужно уметь прощать и примиряться еще до того времени, пока не зашло солнце. Вот, свидетель Григорий Палама по этому поводу пишет. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет в огне и вашем. И не давайте место дьяволу. Как дальше сказано в 27 стихе. Потому что гнев и ложь — это дать место дьяволу. Смотрите, как пишет. Свидетель Григорий Палама. Так что тот, цитата, кто по причине усиления и протяжения гнева перешел на оскорбление брата своего и безучастно относится к тому, не только на оскорбление, но безучастно, что это такое? Игнорирует. А у нас это сегодня такая мода. Сказали тебе? Да проигнорируй. Опасность, оказывается, какая в этом? Безучастность. Так и пишет, смотрите. Так что тот, а кто пишет, свидетель Григорий Палама. Извините. Человек, созерцавший нетварный свет Божий. Знаем, Фаворский. Вот так. Это не просто по учебникам научился. Практика. Практика духовной жизни. И вот дает такой совет. Так что тот, кто по причине усилия и протяжения гнева перешел на оскорбление брата своего и безучастно относится к тому, чтобы примириться с ним, тот, лишившись света любви и исполнившись противоположного ей мрака, дает место князю мрака и становится как бы обиталищем его, потому что в том же самом месте, находясь вместе с ним ныне, конечно, он будет ввергнут вместе с ним в уготованную для него гиену. Будучи повинен и ответственным, если только путем покаяния не изгонит вместе с ненавистью к брату, так же и первопричину и вожака ненависти. Конец цитаты. Вот так. Вот еще более, не менее, да, великий подвижник, так же говорит Исидор Пилосиот. Как только, пишет он, раздражение порвет бразды, возница рассудка, мысль часто уносит человека за пределы естества. Видите, как говорит? То есть, как в вожже говорит, раз отпустил, дал место чувству гневу, все, сразу все вышло, мысль уносит человека за пределы естества, разгневанный, возмущенный. Посему апостол Павел, придумав в такой беде не только самое лучшее, но и быстродействующее врачество, сказал, солнце да не заходит во гневе вашем. То есть, прежде не же солнце придет на запад, познайте свое естество, угасите раздражение, успокойте мысль, возлюбите закон родства, владычествующий и над зверями, чтобы настоящая ночь не соделалась страстью неизлечима. И вот, блаженный Феофилак, не давайте место дьяволу, пишет. Цитата. «Враждовать друг с другом, значит давать место дьяволу. Ибо до тех пор, пока мы соединены и сплочены, он ничего не приносит своего, так как не находит места. Когда же заметит какой-нибудь раздор в нас, тогда, находя место, просовывает сначала голову, подобно змею, подобно змею, а потом забирается и всем своим извивающимся телом. Вот так. Увидел раздор, нестроение, просунил свою змеиную башку, а потом там в сердце калачиком и ляжет. Поэтому, говорит, не будем держать зло долго, постараемся примириться еще до захода солнца. Кто крал, говорит, впредь, не кради. Лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. И вот какие важные слова в завершении главы. Вот четыре стиха и вот этот двадцать девятый стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Ой, это прямо вот для сегодняшнего дня. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, чтобы оно доставляло благодать слушающему». «Никакое гнилое слово». И Рон Стридонский так и пишет. «Гнилым называет то, которое призывает грехам, и склонных к ним еще более понуждают к полному падению. Тогда мы говорим или не вовремя, или в неподходящем месте, или не так, как пригодно для слушающих. Тогда каждый раз из уст наших исходит гнилое слово к расстройству тех, которые его слушают». «Итак, будем соображать то, что мы говорим, потому что за всякое праздное слово дадим отчет в день суда». Это слова Спасителя. Евангелие от Матфея, 12.36. «И пусть даже мы не оскорбляем никого, но если не назидаем, то за злое слово нам должно быть воздаяние». Видите, как пишет. «Будем соображать сначала, думать». А мы часто можем услышать, человек что-нибудь такое выпадил. «Слушай, что ты такое сейчас сказал?» Он говорит, «Ой, а вот что у меня на сердце, я и не думаю, я и говорю». Ну и плохо. Ну и плохо, что ты не думаешь, а говоришь. Сначала надо подумать, как говорит Иероним Стридонский, а потом говорить. Потому что бездумное слово, оно и есть гнилое. А за каждое бездумное слово дадим отчет в день суда. «И не оскорбляйте, говорит Святого Духа, пишет далее апостол, Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Так и пишет. «Не оскорбляйте Духа Святого». Об этом, вот как есть истолкование, о свидетель Амбросии, да. Он пишет, цитата. «Дух Святой радуется нашему спасению не для себя, ибо в нем нет недостатка ликования. Так что, напротив, если бы мы не слушались Его, Он бы был огорчен, потому что не имел бы в нас успеха. А Он хочет обратить нас к жизни. Конечно, от огорчения Он, Дух Святой, не стал бы страдать, ибо Он бесстрастен. Когда же Павел говорит об оскорблении Святого Духа, Он делает это для нас. То есть, что значит, Дух Святой оскорбляется, Он не может страдать, или Он бесстрастен. Но в этот момент, пишет святитель Амбросий Медиаланский, Дух Святой оставляет нас, когда мы оскорбляем Его непослушанием. Вот так. «Всякое раздражение, — говорит апостол, — и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобую, да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вспомним, когда к Спасителю подошли ученики и сказали, «Господи, сколько раз прощать брату моему?» И тогда Спаситель говорит, «До семьдесят седьмин». То есть, четыреста девяносто. Семь седьмин. По сути, до бесконечности. Поэтому. Очень удивительно, эта глава по своему содержанию. Советую ее еще самим поисследовать, потому что формат того времени, который есть, мы и так его уже расширили. Она просто действительно богата и действительно очень важна для нашего совершения, дела нашего спасения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова